ребята всем добрый день как вы поняли на сегодня опять skoda опять мой любимый вах и это обновленный супер совсем новая модель но это рестайлинг третьего поколения что супер который высказать с 15-го года все января на 19-й год и сегодня посмотрим что у меня преобразило конечно первый взгляд особо не видно отличий от предыдущей модели которого было до рестайлинга но все-таки если поставить их рядом присмотреться сразу будет понятно что решетка радиатора по и здесь появилась чуть больше хрома как сбоку так сверху и снизу потом опять же бампер стал немного другого дизайна пройдет туманные фары получились много не такие какие были на дорестального версии ну и сами фара говного света хотя не сильно изменились по внешнему дизайну но очень изменились по внутрянке теперь здесь доступны полностью матричные лет оптика который добавляет освещению это автомобиля несколько уровней вверх для безопасности на дороге как и раньше в центре радиаторной решетки у нас располагаются датчики которые отвечают за функциональную работу всех ассистентов которые есть в этой машине авторе стали стало это много больше первых это остался старый активный круиз который теперь у нас разознает и знаки выбирает оптимальную скорость движения может ехать при коробке dsg с самого начала движение 100 метров час до 210 держать скорость само собой он подстраивается под автомобили которые вокруг вас едут и также отвечает и датчики за системы экстренного торможения если раньше она у нас реагировала только на машины которые едут вокруг вас это сейчас она реагирует даже на людей и на крупных животных поэтому опять же безопасность выросла по сравнению с предыдущей моделью все смотреть профиль на эту машину она принципе осталось похоже на старую автомобиль который был дори сталина хану сам это то и так и понятно потому что все таки это не новая модель база осталась старая и габаритный размер изменились только за счет немного других бамперов спереди и сзади и выросли буквально несколько там сантиметров или даже миллиметров также хотелось бы отметить на переднем бампере есть интересные прорези которые идут на сквозные и идут на обдув то ли не знаю как быть тормозом наверно хотя здесь все-таки резина она и пускает потоки воздуха на тормоза непонятно чем они сделаны на чем-то они сделаны я думаю средства какая-то функциональная фишка они просто дизайнерская система без ключевого доступа заступна сейчас на всех четырех дверях то есть увидите что в штамповке которые есть на каждой из ручек двери и может открывать даже каждую дверь отдельный только передней но и задней какой-то пассажир может подойти дернуть свою дверь в условии того что у него есть ключи или выйдет стоите рядом и откроется именно так дверь раньше сколько я знаю открывались только передние двери так вообще шкода особо не баловала даже не сегодня с чем доступом на задних дверях под крышкой бензобака у нас как обычно шкода хранит скребок специально фирменный который у нас очищает от налеги или снега зимнее время года тепло автомобиля ну и как вы можете видеть по синей заливной горловине для мочевины этот автомобиль значен на дизельном двигателе ну и раз уже разговор пошел за двигатель расскажу вам какие двигатели предлагаются на украинском рынке при покупке модели шкода супер после рестайлинга вариантов как здесь совсем немного здесь идут уходу сутровых двигателя бензиновый тайсай всем известный знаменитый и такой же не менее знаменитый 2 литра тдай на 190 сил такие стоялись на тигуан и хотел бы сказать что этот дизель просто хорошо чипуется как бы он и в стоке неплохо едет после его немножко таскать подшаманить вы не заводских условиях поставить это прошивку то этот бизнес и дан будет точнее плохо гулять при достаточно низком восходе топлива по бензиновым двигателям пустотровый тайсайк я уже сказал здесь предлагается в трех вариантах это два двигателя с разной прошивкой на 190 сил и на 220 и 3 двигателя тоже с турбиной много большего таскать производительности и соответственно другим право обеспечением должен дает 208 лошадиных сил и к этому двигателю вы также можете заказать полный привод так что он как бы в стоке будет ехать у нас примерно 0 100 м 5 и 8 по я знаю но при небольших доработках эта машина легко выйдет с 5 у вас будет полный привод при достаточно больших размерах этого бизнеса дана с огромным комфортным багажником но прежде чем мы откроем багажное отделение кто здесь как и раньше было так сейчас осталось достаточно исполинских размеров и хотел бы сказать по внешней части автомобиля которая настала после рестайлинга первое что бросается в глаза это надпись skoda по всей групповой расширении не по всей кишине но достаточно не сильно и растянули и оказались от эмблемы skoda это какая-то новая фишка компании они хотят это запустить и на новой мне уже запустили новый skoda скала который пока еще нет в украине ну скоро она уже будет доступна к покупкам и так понимаю что следующие автомобили этого бренда также будут иметь эту фирменную фишку также кроме этого у нас появилась формированная окантовочка от одного до второго фонаря раньше этого не было форма принципа стала все такая же фонаре немного изменилась но за счет этой хромированной полоски сразу можете отличить в потоке супер бы после рестайлинговый от до рестайлингового ну и наконец придем багажнику здесь он оснащен на сервоприводом поэтому мне надо его поднимать вверх прокачивать свои плечи у нас там отлично как поднимается так и опускаются авто закрытие как на те же название здесь нет столько одна кнопка которая у нас просто ты нажала и она закрывается ну естественно по размерам опять же первое что здесь за глаза это опять же лифтбэк то есть супер не извиняет себе когда вы смотрите на него снаружи вам кажется что это какой-то бизнес седан и не ожидайте что открытие багажника вас поднимается сразу и сам багажник и заднее стекло в этом конечно большой плюс к его функциональности здесь как всегда можете перевозить это вообще огромные вещи смотря на его стандартный объем где-то 600 20 630 литров но если вы забросите задние сиденья их разложите в салон то здесь уже будет чуть ли не полтора куба полезного объема здесь может привести практически все это на бизнес-седание который принципе выглядит достаточно неплохо по бокам багажник у нас есть две ниши которые закрыты дверцами она просто оснащена небольшими ремешками где можно хранить такую самоптическую тушить или какие-то путевые принадлежности также здесь у нас есть различные крючки как сюда skoda simple и клево все прикольчики маленькие которые облегчают жизнь обычным автомобилистам и розетка на 12 вольт ну и с другой стороны блажка нас есть точно такое же крышечка под которую у нас хранятся всякие различные вещи и здесь мы можем видеть также как всегда skoda любит делать такой конструктор лего на ли буча который сможет сделать какую-то коробочку или просто сделать какие-то стенки в той форме который вам нужно прицепить его на карпет она будет спорта держаться и держать вашу мелочевку чтобы она по всю багажнику не летала ну и конечно самое главное преимущество суперба как до рестайла так и просто это место на заднем диване здесь видите что я сижу очень просторно между коленами спинка переднего сиденья но достаточно много места все удобно все комфортно здесь на есть подлокотничек которые можем откинуть он самый простой здесь нет никаких особых фишек даже нет никакого пространства куда можно получить обычную книжку только есть по стаканике который можем открыть здесь у нас в штамповке под два стаканчика и что-то похожее на держатель для ручки так больше ничего особо такого нет на потолке мы видим опять же плафон салонного освещения он есть перед так и сзади но это само понятно для машины такого класса подогревы задних сидений здесь также присутствуют и как обычно небольшой как пепельница то ли склад для ваших мелких вещей прикуриватель для любителей покурить машине и карманы на спинках задних сидений просторно комфортно что еще сказать только мы открываем войти скую дверь у нас опять бросается в глаза стандартная фишка шкоды то ли рост рост то ли шкоды но они как-то вот так вот пытаются на дом уровне жать эти марки поэтому здесь находится зонтик фирменный что доски если вообще на условии не то дали покупки машин обязательно требуйте потому что он должен идти форматации к автомобилям когда мы попадаем на войти ска и сидение нового супербо здесь принципе нас так так как было все комфортно все под рукой здесь отделка с типа такого темного дерева неплохо смотрится опять же на самих дверях у нас ставки сделаны из кожи хотя сразу даже не скажешь что это кожа кажется что пластик думать почему тут так сэкономили на самом деле просто они идут полностью по всей длине карты и большого даже кажется пока не прикоснешься что это просто обычный пластик возможности есть когда другие варианты отделки с кожей другого цвета она бы смотрелась более покрасиво побогаче что ли здесь как-то сильно просто потому что все в одних тонах дартный руль который идет у нас практически на всех моделях тут они особо не заморачивались мультимедиа с навигацией с подключением телефона здесь все стандартно ничего такого особенного для чего доступа как вы уже поняли по штамповкам на ручках дверей также у нас влажается в салоне то есть мы заводим только только с помощью кнопки старт-стоп машину и едем по своим делам и коробки как я уже говорил здесь у нас крутится dsg механики на украине быть не может ни за какие деньги ни за какие доплаты то есть теория на как бы есть где-нибудь в европе возможно россии будет поставляться в украине настолько dsg которые там возможно разные модели зависимости от типа трансмиссии 2 и двигателей на этой машине под правой рукой у нас есть удобный подлокотник который регулируется только вверх вниз то есть как всегда 23 положения вперед-назад он никак не выдвигается внутри мы видим охлаждение что кстати очень удобно то есть у нас не только бардачок с охлаждением но и передний подлокотник также имеет такую функцию разъем юсби для подзарядки возможно вашего телефона или каких-то гаджетов и даже есть небольшая такая полочка с резинкой не знаю что что можно даже такое положить похоже на какой-то пульт или я не знаю чего то есть достаточно тонкая длинная возможности и таксессуары которые skoda производит специально для того что вложить их сюда ну или уже на ваше усмотрение можете сами это все сделать по сиденьям здесь у нас кора с алькантарой водительское сиденье у нас полностью со всеми электродулировками пассажирская уже чисто механика здесь нужно все самому крутить подвигать и делать все остальное для вашего комфорта и дальше все все стандартные зеркало у нас типа безрамочная были достаточно так стильно современные как старые были с большим пластиковым окантовкой очечник плафонное освещение и даже микролифты ручках до потолочных ручках что-то начал ставить уже давно и на октаве 7 не есть это раньше они еще баловались и экономили на этих мелких бочонках которые стоят буквально копейки сейчас уже исправились точно так же и по обшивке карманов они уже что делать как в вольтсвагене мягенький дискарпетик но и опять же я не понимаю этого прикола когда он весь карман обтянутся мягким карпетом а стенка которая находится ближе к вам она остается пластиковая то что вот окиньте какие-то ключи что-то бросить и все равно будет биться пластиковую стенку они на всех моделях концерна так делают вольтсваген skoda почему нельзя немножко добавить чуть-чуть совсем карпета что он полностью был мягкий и вы не заворачивались лишних звуков до сих пор не непонятно по комплектациям на эту машину можете выбирать из трех вариантов это идет у нас ambition style и самая топовая лоренс клеммин как сюда у нас на рынок оставляются машины не стандарте допустим того же амбиши идут какими-то пакетами и ждем какие-то подогревы тоже оптика здесь всегда можно варьировать или даже несколько варьировать вам как будет автоматом какие-то стандартные опции поэтому даже в базе машина будет хорошо оснащена а там уже можно заказывать достаточно много ассистентов и трон и помощников и всяких приколов которые раньше даже не были доступны этой машины часто можете себе это позволить это и вентиляция сидений и как я говорил электронные помощники и ассистенты появились новые дизайны колес там 18 19 диаметра стоки у нас стоит 17 лихо-клонные диски тоже тоже неплохо смотрится но для кого-то более агрессивного и спортивного вида конечно хотелось бы добавить 18 и 19 по ценам здесь стартует у нас от 300 2000 долларов на сегодняшний день и птически до 50 если вы будете заказывать комплектацию с полным приводом а тут игровым тайссайн для всего сейчас сил но если вы докажете еще какие-то обновительные опции по максимуму наберете я думаю цена даже перевалит за 50 тысяч долларов сажение в данный момент у дилера нет автомобиля тестовый что можно покататься высокие динамические характеристики проверить его в ходу поэтому нам чисто любезно деле автомобиль с пробегом в 7 километров естественно пытаться на нем все эти сражения не поедем но основные кого позиции по внешности по внутренности продавцам вам рассказали поэтому дальше уже выбирать вам принципе по внешнему виду нет лично очень-то понравилось как и предыдущий дорестайловый был неплохой так и этот очень хорошо выглядит чего не скажешь и допустим втором суперби который вышел как говоря на любителя это же бизнес седан вам позволяет сашина активно перемещаться в потоке учитывать здесь ставится на украинский рынок отличный вид и большая функциональ за счет большого багажника за счет того что все таки кузов лифтбэк это был обновленный школе супер 2019 автомобильного года но мы как всегда благодарим про галфта на окружной за предоставленный автомобиль ну и как всегда до новых встреч и до скорого